Это волоконная система, сюда приходят сигналы со всех арендаторов, со фонтово. Так выглядит святая святых Красноярского приёма передающего центра. Сюда на передачи в сигнал поступает со спутника и отсюда передаётся в телевизор. Оборудование громоздкое, мощное и дорогостоящее. Средняя цена одного такого передатчика 50 тысяч евро. Вот эта вся система, которая собирает все контрольные сигналы и выводит их на монитор. Это контролирует все радиовещательные сигналы. Если вдруг сигнал по каким-то причинам будет отсутствовать, будет звуковой сигнал. А в соседнем помещении происходит контроль. В случае, если сигнал прерывается, инженер сразу же знает о неполадке и может оперативно её устранить. Эфирных потерь почти нет. Самый долгий срок, на который прерывался сигнал – два часа. Лет шесть назад, значит, вдруг у нас отказал девятый канал. Мы стали обследовать. Оказалось, что стрельбище, которое на биатлонке, кто-то не так, значит, приметился. И пуля по траектории попала в кабель и перебила его. Вот такая штука была. Георгий Китмандинов работает здесь с момента основания приёма передающего центра. А это без малого 16 лет. Он рассказывает, место для вышки выбиралось тщательно. Её основание находится на высоте 500 метров над уровнем моря. Это позволяет телеканалам вещать не только на Красноярск, но и на Железногорск и Сосновоборск. К слову, за 16 лет каналов, которые транслируют эта вышка, набавилось. Первые каналы были – это девятый канал, 22-й канал, было радио «Зебра» и был также «Лаврадио» в 101.3. Сейчас от нас вещает 14 радиовещательных. Ну, ещё два вот-вот на запуске, уже будет 16 радиовещательных передатчиков и 9 телевизионных. Со времени основания также добавился ещё один отдел, где происходит врезка рекламы в прямом эфире. Врезка осуществляется как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом режиме. Дежурный режиссёр выпуска, суточный график работы у них, контролирует весь выпуск при каких-то нештатных ситуациях. Вручную весь процесс берут на себя. Раз в три месяца на Красноярском ППЦ проходит профилактика. И только тогда, на несколько часов, всё оборудование на вышке отключается. А вот высота башни всего 87 метров, но безопасно забраться на неё можно только на первую мачту. Это всего 25 метров. Чтобы забраться чуть повыше на мачту высотой 35 метров, необходимо уже частично выключить сигналы. А вот чтобы подняться на самую высокую мачту 81 метр, необходимо уже полностью выключать все сигналы на башне.